Тренировки – важная составляющая в работе спасателей, чтобы потом во время ответственных операций они могли выполнять все действия быстро, четко и слаженно. Десантная подготовка проводится ежегодно. Это своеобразный допуск к выполнению спусков с вертолета и проведению поисково-спасательных работ. Проходится наземная подготовка, то есть это занятия в классе, при которых людям доводятся все условия, при которых проводятся сами спуски непосредственно и нюансы. Затем проходит практика, отрабатываются такие элементы, как спуск с вертолета, подъем вертолета при помощи лебедки бортовой. Это как раз сегодня и отрабатывали спасатели. Во время тренировки молодые бойцы должны не только следить за безопасностью пострадавшего при транспортировке, но и самим быть внимательными и аккуратными. Поэтому перед тем, как зайти на борт вертолета, спасателям еще раз напоминают, что нужно делать во время работы. В наших горных условиях спасатели задействуют вертолет чаще другой техники. Только летом приходится совершать до 20 вылетов на гору Фишт и оказывать помощь пострадавшим туристам. Но в составе сегодняшней команды есть и новички, для которых работа с бортовой лебедкой и носилками в воздухе проходит впервые. Среди таких сотрудников и 23-летний Анатолий Скрипников. Ему впервые пришлось спуститься с помощью лебедки, транспортировать и поднимать пострадавшего на носилках. Первый спуск. Ну страшно, конечно, высота. А так, ну собрался и нормально сделал. Спустился, все хорошо. Ребята страхуют, помогают. А так, в принципе, нормально. Сразу после вертодромной площадки тренировка прошла и в условиях, приближенных к обычной работе спасателей. Вертолет зависал уже над рекой и бойцы повторно отрабатывали технику десантирования. С поставленными задачами справились все. Теперь на протяжении года именно эти сотрудники будут вылетать в горы и спасать жизни людей. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.